Привет, дорогие друзья, снова с вами Замберус. Сегодня у нас в руках мое самое любимое оружие, которое по праву можно назвать лучшим стволом в классе Домаэр. Следующий гайд, кстати, будет посвящен штурмовой винтовке ФАМАС. В данный момент запускаем очередное голосование на тему следующего гайда. Ссылка в описании. Самозарядный карабин Симонова или СКС. Очень древний ствол, который впервые появился в Баттлфилд Вьетнам. Там он был просто М14 с другой шкуркой. Затем он появился только в Баттлфилд 3 и в Баттлфилд 4. Появление такой архаичной пушки в Баттлфилд 3 и 4 меня до сих пор удивляет, но, как показала практика, СКС очень вариативный карабин, который смело может конкурировать с автоматическим оружием. В Баттлфилд 3 данный карабин был доступен исключительно рекону, а в Баттлфилд 4 он стал доступен всем. Для открытия вам потребуется набрать 11 тысяч очков с помощью винтовок ДМР. СКС практически в неизменном виде перешел в Баттлфилд 4. Минимальный урон стал немного выше, как и скорость полета пули, а также немного сбавили вертикальную отдачу, а во всем остальном он такой же. Урон максимальный 43, минимальный 34. Темп стрельбы 333 выстрела в минуту. Это самый высокий показатель в классе ДМР. Перезарядка тактическая займет 2,3 секунды. Полная 3,5 секунды. Данный показатель не изменился со времен Баттлфилд 3. СКС это единственный ДМР, который работает во всех ситуациях. Он некий ACE-23 от класса ДМР, а все благодаря отличным характеристикам. СКС обладает очень высоким темпом стрельбы, которая вкупе с высоким уроном дает вам возможность сеять страх в ближнем бою. Помимо высокого темпа стрельбы, СКС обладает очень низкой отдачей. Вертикальная 0,32, влево 0,3, вправо 0,4, что делает стрельбу очень комфортной и мягкой. И при наличии утолщенного ствола вы можете спокойно вести огонь на дальние дистанции. Но все же СКС использовать нужно исключительно на коротких и средних, так как низкая скорость полета пули, которая составляет 490 метров в секунду, требует от вас умения стрелять с упреждением. Поэтому лучше брать более подходящие для этого винтовки, например, М39 или КБУ-88. Каких-то серьезных минусов у СКС нет. Максимум, что можно выделить, это относительную затяжную перезарядку. Тот же СВД или ВСКАР перезаряжается гораздо быстрее. По модулям, тут никаких утолщенников или многократных прицелов. СКС подходит для тактика активного раша. Поэтому берем коллиматорный прицел, лучше всего смотрится Кобра. ЛЦУ в слоте аксессуаров для спама от бедра в ближнем бою. На ствол ставим пламегаситель или оставляем слот пустым. Рукоять угловая. Это единственная рукоять, которая идеально подходит для всех винтовок ДМР. В целом, СКС это хороший пример идеальной полуавтоматической винтовки. Он быстро открывается, обладает лучшими характеристиками и позволяет спокойно конкурировать с автоматическим оружием. Винтовка хорошо смотрится во всех режимах и на всех картах. Это по-настоящему идеальная вариативная винтовка ДМР. Но думаю на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok